Рождество Продолжение следует... Я пишу душу именно в это время рождественское. Но если помните, все-таки мы достаточно давно уже прошло времени, много времени, вот с последнего раза. Последний раз мы говорили, мы рассмотрели фактически историю Израиля. В особенности мы говорили о пророках и фактически дошли до порога Нового Завета. Вот как раз вот с этого и начнем сегодня. Дело в том, что время Боговоплощения, вот первый век нашей эры, это довольно особое время, очень важное время в истории мировой цивилизации, в истории античности. Это время определенного кризиса, именно духовного кризиса. И мы сейчас посмотрим, почему. Ну, мы знаем, что незадолго до этого Рим завоевал весь мир, то есть весь тогдашний мир, известный тогда мир, вот то, что называется Экумена того времени, то есть, как сказать, цивилизованный мир, как считали самые римляне. Вот они все это завоевали. И они смогли действительно везде, вот замечательно, установить мир. И это было что-то новое, что вот есть мир, мир в смысле покой, то есть отсутствие войны в достаточно долгое время, вот так называемый пакс романа, то есть римский мир, римский покой, вот отсутствие войны, фактически во всей территории империи. Чем славились римляне? Они, как вы знаете, несомненно, они каким образом установили мир? Безусловно, сначала мечом, тем, что завоевали всю эту территорию. Но все-таки римляне, мы до сих пор обязаны римляне правом, то есть они нам подарили право в том смысле, как мы сегодня это понимаем до сих пор. То есть вся юрисдикция, какая еще существует, еще держится в нашем современном мире, вот мы обязаны этим как раз Риму. Но римляне не только это делали, они были замечательные инженеры, инженерные всякие работы, например, они сделали огромную сеть дорог, которые связывали столицу, то есть Рим, со всеми областями, со всеми провинциями Римской империи. Они очень много строили, не только дороги, вот это как раз Римская дорога, замечательно, ну, акведукты, как вы знаете, термы и так далее. То есть такие огромные, крупные инженерные, как сказать, дела, осуществления, вот это римляне делали фактически повсюду, по всей империи. У них была блестящая военная техника, очень сильная организация, и вот как неудивительно, удивительно, если смотреть на сегодняшних итальянцев, римляне были очень дисциплинированы, они были известны как раз своей дисциплиной. Но есть вот с одной стороны благосостояние империи, стабильность, длительный мир, но вот все имеет свою цену. А в данном случае и сами римляне, и еще больше, чем они, другие народы, которые были у них в подчинении, они заплатили довольно дорогой ценой. Они заплатили ценой своей свободы. Фактически уже племянник Юлия Цезаря, Ктавиан Август, он установил самодержавный порядок. Это был, по сути дела, абсолютизм. Никакой, естественно, оппозиции не существовало. И в это время начинается еще, создается культ императора. Фактически по всей этой державе действуют храмы Августа. Ему поют словословия. Его называют сотером, то есть по-гречески спасителем. И фактически император отождествляется с Богом, чего раньше не было в Римской империи. Надо говорить, что так как Рим – это столица империи, сюда съезжались самые разные люди, ученые, писатели, купцы и так далее, а также были представители фактически всех народов, которые были в подчинении у римлян. И таким образом появляется в Риме всякие самые разные храмы, самых разнообразных религий и культов того времени. Восточные культы, самые-самые разные, вот всех народов, которые были у них в подчинении. И, конечно, в этом изобилии самых разных религиозных убеждений, культов и так далее, самые римляне с большим трудом ориентировались. Фактически получилось так, что прежняя система ценностей и убеждения о том, как вот жизни и общение с богами, которые были в физическом мире у самих римлян, вот это претерпевает определенный кризис. И самые римляне обращаются к культам самым разным, очень часто восточным культом. Некоторые люди, безусловно, видя вот это огромное разнообразие, видя языческих богов, идолов и так далее, они пришли к выводу, что языческие боги, они придуманы людьми. И потому на самом деле их нет. Нет ничего, никакой трансценденции нет. С другой стороны, были люди, которые наоборот, именно перед вот этим разнообразием стали задумываться и отказались фактически от многобожия. И в это время мы видим, что самые блестящие философы, мыслители того времени, они подходят к концепции, которая очень близка к единобожию. Вот, например, самые известные философы, как Сократ, Платон, Аристотель и так далее, они фактически были, значит, и позднее, уже во II веке, скажем, нашей эры, они считались святыми отцами, например, считались христианами до Христа. То есть, как будто они уже пришли к идее о том, что должен быть какой-то спаситель. Одновременно с этим происходит и очень интересный другой процесс. То есть, тот факт, мы видели с вами, что в прошлый раз, что после вавилонского пленения народ Израилев находится фактически в рассеянии, то есть, везде, по всему миру рассыпан. И вот эти евреи, диаспоры, скажем, они активно усваивали элементы греческой культуры. И особенно некоторые из них пытаются делать, прийти к какому-то синтезу между, то есть, античной философией и Библией. Это больше всего то, что делал очень известный еврейский философ того времени, Филон Александрийский, который почти современник Иисуса. Филон Александрийский говорил о том, что... Он говорил о божественной силе. Он говорил об этой силе, которую он сам называет логосом, то есть, словом. И, безусловно, эти идеи, с одной стороны, он это берет, безусловно, из греческой философии, но он уже это объединяет с верой отцов, то есть, именно с религией Израиля. Вот почему мы находим в начале Евангелия от Иоанна, в начале было слово, и слово было у Бога, и так далее. Вот эти идеи были фактически первое поколение христиан, и вот, и даже люди, которые жили одновременно с земной жизнью нашего Спасителя, с Иисусом Христом, все эти люди были пропитаны именно этими идеями, о том, что вот идет Спаситель, и что Он Сын Божий, что Он Логос, что Он Слово. Так что, получается, с одной стороны, евреи заинтересовались, скажем так, греческой философией, с другой стороны, бывает и противоположный процесс, то есть, определенные язычники, люди, которые жили в Римской империи, не имели никаких еврейских корней, они вдруг заинтересовались религией Израиля. И первый шаг, безусловно, это отрицание идолопоклонства и здоровой нравственности, но и все-таки и живое религиозное чувство людей. Все это было очень интересно для римлян и для других народов Римской империи. Так получается, что во II веке, и особенно в I веке нашей эры, то есть, вот как раз, евангельские времена, до нашей эры, потом уже нашей эры, появляется вот явление празелитов, то есть, тех людей, которые не принадлежали еврейскому народу, но они пришли в иудаизм, то есть, они приняли религию Израиля, не будучи евреями. Одновременно продолжается кризис язычества, и многие люди стали терять веру, просто надежду на будущее. Конечно, многие говорили о том, что что-то должно измениться в мире, и что должно появиться спасение для человечества, но спасение уже не от людей, а спасение свыше. Как мы видели и в прошлый раз, вот и иудеи в это время особенно чувствуют, что вот-вот должен появиться спаситель мира, вот должен быть Христос, то есть, Мессия, тот, который должен избавить народ. Тут, конечно, это избавление понималось по-разному, кто-то это понимал, как избавление народа Израиля от римлян, то есть, от иностранного, скажем, ига, но кто-то понимал это именно духовно, как освобождение от болезни, от смерти и так далее. Во всяком случае, многие народы, не только народ Израиля, не только римляны, но самые разные народы Римской империи чувствовали, что и говорили, писали их философы, поэты и так далее, о том, что должен появиться какой-то царь, какой-то освободитель, и почему-то почти все видят, что появляется этот освободитель на Востоке. Надо говорить, что очень много из того, что говорят, например, римские поэты того времени, находит, но это довольно созвучно с тем, что писал пророк Данил вот в своем пророчестве о том, что наступает последнее, четвертое великое царство, и здесь будет освобождение мира. Вот почему в это время в Израиле, как только появляется какой-то выдающийся проповедник, прежде всего люди думают, он ли Христос, он ли вот Мессия, вот тот, кто должен прийти или нет. Я повторяю, что, конечно, многие себе представляли это, как вот Христос придет в земной славе, он будет просто царем над юдейским народом, он освободит людей от власти римлян, и так далее. очень интересные слова мы находим у отца Александра Мения в книге «Сын Человеческий», как раз на этот счет, когда вот античный мир живет на пороге Нового Завета. Отец Александр пишет следующее, он говорит, «Человек стоял на распуте и со всех сторон слышал призывные голоса. Кто-то его призывает к тому, чтобы быть равнодушен, например, к страданию, и, с другой стороны, равнодушия и к радостям жизни, как, например, это говорили стойки, то есть философы стойки того времени. Кто-то, наоборот, эпикурейцы, например, призывал к тому, чтобы наслаждаться жизнью. Раз жизнь коротка, то надо максимально использовать время для того, чтобы наслаждаться, чтобы жить в радости». Самые разные и противоположные течения. Отец Александр пишет, «Вот в Палестине с каждым годом сгущалась атмосфера мистических чаяний. Надеялась, что вот-вот явится с неба пророк Илья и совершит помазание над посланником Божиим. И вот все еще говорит отец Александр, «Наконец, когда все, казалось, было уже испытано, исчерпано над темным горизонтом историй, зажглась утренняя заря. И вот в 20-й год правления Августа в маленьком селении Назарет галилейская дева услышала весть, ты родишь сына и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего и даст ему Господь престол Давида Отца Его. И будет царствовать над домами Якова вовеки, и царству его не будет конца». Эти слова, я уверен, вы уже слышали, читали в Евангелии. Вот мы фактически подошли вот к Богу воплощению, но мы сейчас должны делать небольшой шаг назад в истории, чтобы сначала посмотреть, каким образом установилась в Палестине римская власть. И я постараюсь это рассказать как можно короче, но случилось фактически так, что было два брата из Хасмонейской династии, Маковейской династии, о которой мы говорили в прошлый раз. Два брата, их звали Геркана и Арестовулом, и фактически они не могли договориться между собой о престоле. И они оба подумали обратиться к Риму. И так как очень известный римский полководец Гней Помпей находился там рядом, в Сирии, то они обратились к нему, и естественно Помпей со своими легионами пришел в Палестину и объявил вот Палестину римской провинции. Фактически Помпей оставил в Иерусалиме Геркана, но получилось так, что он был человеком довольно слабохарактерным, и он попал фактически под влиянием очень наоборот известного богатого администратора севера страны Ирода Антипатра. И фактически этот от имени Геркана управлял людей. Он еще получил римское гражданство, и вот после смерти вот этого Ирода Антипатра, это 44 или 43 год до нашей эры, фактически правителем людей был назначен его младший сын Ирод, а это тот самый Ирод Великий, который мы находим в начале повествования Евангелия. Мы знаем и довольно много об Ироде Великом. Он был человеком чрезвычайно сложным, имеется в виду невероятно деспотичным, склонным к насилию. Он фактически получил престол незаконным образом, был узурпатором, и потому он боялся всяких заговоров, что вот могут вот что-то делать против него, могут его снести с престола и так далее. По этой причине он совершил огромное количество убийств и больше всего среди своих родных, которые могли быть для него потенциальных конкурентом, скажем так. Мы знаем, историография сохранила для нас довольно много свидетельств о нем. Мы знаем, что у него было несколько жен, но одна, вторая его жена, которую он особенно любил Мариамну, она наоборот принадлежала вот этому роду хосмонейских, которую он извёрл, то есть который, чей престол он узурпировал. И среди прочего он её тоже убил, он убил несколько своих сыновей и так далее. Он сделал её очень много положительного, например, он перестроил иерусалейский храм. Но он в общем-то население воспринимался как деспотом. И действительно народ его фактически ненавидел. И вот я не буду об этом долго рассказывать, потому что даю зато вам ценный совет открыть книгу отца Александра меня Сын Человеческий и читать в первой главе как раз в одни царя Ирода называется первая глава. Это очень интересно, потому что с большим мастерством, должен сказать, с талантом писателя, я эту книгу переводил дважды, поэтому знаю текст почти наизусть. И отец Александр рассказывает очень увлекательно, очень красиво и рассказывает именно перипетии и жизни Ирода. И заключение, когда появляются волхвы и на улицах Иерусалима спрашивают о том, как найти вот этого новорожденного царя юдейского, вот отец Александр после того, как описал всю эту жизнь Ирода Великого, его убийства, его какие-то страшные деяния, вот после этого он пишет легко вообразить, в какое смятение пришел семидесятилетний царь, когда узнал, что какие-то восточные послы расспрашивают в городе о родившемся царе юдейском. Кто этот очередной претендент на престол, какие силы стоят за ним. И мы знаем по Евангелию, что сам Ирод указал на селение Вифлеем, где родился, должен был родиться Мессия, и что волхвы нашли вот это место, поклонились ему и вернулись обратно, уже другой дорогой, так как они поняли, что Ирод хоть и говорил им, что хочет сам пойти поклониться этому новорожденному царю, на самом деле у него совершенно другие намерения, и потому волхвы другим путем вернулись назад. Также вы знаете из евангельской истории, что Ирод по этой причине дал приказ убить всех детей младше двух лет. И тут трудно сказать, потому что на самом деле в историографии мы не находим никаких следов об этом страшном деянии. Но надо говорить, что такие вещи довольно часто бывали. в античном мире. И сам Ирод делал так много злодеяний, что просто об этом могли не сохранить память, потому что делал очень много другого. Мы также знаем теперь не по свидетельству Евангелия, а по свидетельству других источников о том, что Ирод умер совершенно страшной, страшнейшей болезни. Это довольно редкая форма гангрены, называется Гангрена Фурне. И очень долго мучился и умер. И знаем, что умер он, когда ему было 77 лет, и после того, как царство 37 лет. Это было 750 год по римскому календарю. И здесь я сразу скажу, что относительно датировки Рождества Христова есть разные теории, но на самом деле в 20 веке фактически специалисты приходят к единому мнению, что дата Рождества, вот сегодня мы живем в 2015 году после Рождества Христова, на самом деле ошибка, вы знаете, наверное, что мы знаем об этой дате просто потому, что один монах вот установил, посчитал, но он немножко ошибся, ошибся всего лишь на 5-6 лет. Скорее всего, Христос родился на 5-6 лет раньше, чем мы считаем. То есть, соответственно, мы живем уже с вами в 2020 году. Но это совсем небольшая ошибка, имея в виду вот такие масштабы исторические. Многие обстоятельства на это указывают, например, евангелист Лука говорит о переписи населения. вот с этого начинается рассказ у евангелиста Луки во время правления Курины. На самом деле, во время правления Курины не было переписи населения, но было все-таки потом, историки установили, что вот этот Куриний был правителем Сирии дважды, и когда он был первый раз, действительно была перепись населения. Также вот Камета, то есть звезда, о которой говорит Евангелие, за которой идут волхвы, есть свидетельство о том, что такое явление было примерно в четвертом году до нашей эры. Если считать, что волхвы пришли в Вифлеем примерно, когда Иисус могло быть два года уже, то все указывает на то, что Рождество было где-то в пятом или шестом году до нашей эры. Это для точности, как вы понимаете, это ничего не изменит в нашей с вами вере. И чтобы закончить с Иродом и его родом, хочу сказать, что вот тот Ирод Антипа, который повелевает казнить Иоанна Претеча, это сын Ирода Великого. Но после смерти Ирода Великого фактически повторяется та же история насчет наследства престола. И у Ирода Великого было очень много сыновей от разных жен. Мы знаем, как я сказал, что Ироду убил любимую жену Марьямну, а также ее и их совместный сын Арестобула. Но вот как раз у этого Арестобула была дочь Иродиада. И фактически дедушка Ирод Великий отдал ее в жены своему сыну. Хотя это было не совсем по закону Моисееву. Фактически он отдал вот это кстати, еще видимо несовершеннолетней девушке, он отдал ее жену ее дяде. А потом фактически Иродиада оставила вот этого мужа Ирода Филиппа, скорее всего, по одной из версий, и она объединена с его братом Иродом Антипой. И вот как раз против этого брака и восстал Иоанн Притеча. Он восстал во-первых, потому что Иродиада была племянницей Антипой, во-вторых, потому что она была женой его сводного брата, и кроме того, ее муж вот этот Ирод Филипп был еще жив. И вообще у Ирода Антипы была и другая жена. То есть это был довольно сложный брак, скажем так, абсолютно незаконный и потому Иоанн Креститель восстал против этого. Мы знаем по другим источникам, что у Иродиады была дочка и то, что дальше рассказывает Евангелие, о том, что она танцевала, она понравилась царю и потому он ей обещал отдать все, что она попросит, и она попросила голову Иоанна Притечи. Это евангельская история. Отсюда вывод мне кажется немало интересный. Вот один Ирод, Ирод Велик, человек беспощадный, жестокий, мнительный, а вот этот Ирод Антипа ровно наоборот, человек чрезвычайно слабый, зависимый абсолютно, который просто обещал, он не хочет убить Иоанна Притечи, но он обещал, и раз его гости присутствовали при этом обещании, он обязан это делать. И вот вопрос, кто из них опаснее? Вот первый, который человек жестокий, который любит насилие, или вот слабый человек? Они оба сыграли чрезвычайно отрицательные роли в евангельской истории. Последнее, что надо добавить, что Ирод Антипа, вот это, который мы видим, и который дал приказ убить Иоанна Притеча, мы его увидим в конце евангельского повествования, потому что Иисус после того, как Пилат пытался его не осуждать, он отослал его как раз к этому Ироду Антипе. Но об этом значит и позднее. Итак, значит, в этот момент, именно когда античный мир переживает такой духовный кризис, когда политические условия, если хотите, очень хорошие, но именно религиозное чувство человечества, что-то там меняется в этот момент, именно тогда Бог воплотился. Надо говорить, что Иисус не должен долго объяснить, когда говорит о том, что вот наступает Царство Божие или Царство Небесное по-разному у разных евангелистов, но фактически это синонимические выражения. Когда Иисус об этом говорит, люди прекрасно понимают, что Он имеет в виду, потому что в это время, безусловно, сплошь и рядом говорили об этом, о том, что должен прийти Мессия. Вот почему евангелист Лука в третьей главе своего Евангелия нам говорит прямо, народ был в ожидании. И дальше объясняет в другом месте, правда, они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Это говорит об апостолах. Значит, вот такие ожидания были, безусловно, в это время у всех благочестивых евреев. Мы знаем, что как раз благочестивые люди начинали свой день с молитвой, которая звучала примерно так. Будь скоро нашим Царем, царствуй над нами как можно скорее. То есть, призывали Мессию прийти и освободить их. Безусловно, как я уже сказал, это освобождение себе представляли по-разному. Саддукеи, о которых мы уже говорили, как настоящие националисты видели в это, как сказать, вот наш Бог будет на нашей стороне, мы будем самыми сильными. В это время другие вот зелоти, о которых говорит Евангелие, себе представляли это освобождение просто как освобождение от иго Рима, римлян. А в это время фарисеи, наоборот, были, может быть, в этом смысле самые близки к представлениям апостолов, они думали, что это будет духовный освободитель, духовный лидер Мессия. А вот эссены, о которых мы тоже говорили, такой полумонашеский орден того времени, они скорее были склонны к апокалиптическим чувствованиям, что вот придет Мессия и закончится мир. Как я уже сказал, как только возникал какой-то талантливый рави, учитель и так далее, люди думали, он ли Христос или нет. И, безусловно, это то, что люди думали о Иоанне Крестителе. Опять-таки, об этом свидетельствует апостол Лука в Евангелии. Все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли Он. Иоанн всем отвечал, я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Если читать внимательно Евангелие, больше всего Евангелие от Луки, но все-таки и другие синоптики тоже, о крещении Господне и о проповеди Крестителя, мы видим, что к Иоанну Крестителю приходили самые разные люди, люди, которые прилежали всем категориям, социальным категориям того времени. И он принимал абсолютно всех, что было не всегда так у других учителей. Кстати говоря, это знаменитая картина Иванова «Явление Христа народу». Здесь как раз замечательно то, что ему удалось изображать, особенно вот в правой стороне, самых разных людей, люди, которые прилежат самым разным категориям. И фактически проповедь Иоанна была о том, что вот исполнилось время и приблизилось к Царствию Божьему. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Безусловно, первое, что бросается в глаза, когда мы читаем первые главы Евангелия, ну, по крайней мере, синаптических Евангелий, потом об этом поговорим, кто они такие, Матфеи, Марки, Лука. Вот. Мы видим, что фактически начало проповеди самого Спасителя, она, начало этой проповеди ничем не отличается от проповеди Иоанна, потому что Христос повторяет абсолютно те же самые слова, которые говорил Иоанн Креститель. И это было время ожидания. И вот интересно, что Церковь нам предлагает каждый год, когда Рождественский пост, фактически, такое же ожидание. Вот мы готовимся к Боговоплощению, к тому, чтобы еще раз переживать вот эта тайна, то, что вот только что было и в этом году. вот это благая весть о том, что наступает Царствие Божие, об этом мы гораздо больше будем говорить в следующий раз, потому что фактически, если мы возьмем Евангелие и тщательно будем изучать их содержание, увидим, что апостол евангелист Лука нам немножко больше других рассказывает о детстве Иисуса, А так дальше все евангелисты рассказывают о том, как он проповедует в течение трех лет. И, естественно, в конце Евангелия рассказ о его страстях, смерти, воскресенье. Так вот, эти три года фактически они состоят из проповеди и каких-то деяний, а вот эти деяния есть по большей части исцеления. Вот сегодня и чудеса. Сегодня будем говорить в основном об этом. Но перед этим все-таки необходимо говорить немного об историчности Иисуса Христа. Но прежде всего надо подчеркивать тот факт, что Христос для нас, христиан, это не идея, это не понятие, а человек. Это личность. Для нас это, безусловно, Богочеловек, но личность. Поэтому принятие христианской веры это прежде всего принятие его самого, принятие вот этой личности, приятие Иисуса Христа. Надо говорить, что сегодня даже просто исторически облики Иисуса Христа, факт его существования, это, безусловно, установленный факт в истории, по крайней мере, специалисты, историки, притом верующие и неверующие, то есть те, кто в этом человеке из Назариты признает Мессию и Христа, и те, кто не признает в нем Мессию, но все-таки на сегодняшний день мало кто сомневается в его историчности. Я бы сказал, что сегодня оспариваясь исторически Христа в 20 веке, это совершенно неактуально, это анахронизм. Но, так как я вижу, что у вас и возрасты разные, люди старшего поколения, видимо, помнят, что советская, как сказать, атеистическая пропаганда, наоборот, больше всего делала акцент на то, что, ну, этого человека никогда не было, его не существовало, он плод воображения христиан. это, так называемая, мифологическая школа, она, на самом деле, возникла уже в 18 веке во Франции, эпоху просвещения, так называемая, но, вот, как раз советский научный атеизм и основывается на этой мифологической школе. Вот, на сегодняшний день, надо говорить, что она претерпела крах, то есть постулаты вот этой мифологической школы, они не выдерживают критики при сравнении просто с данными археологии, историографии и так далее. Все-таки в 20 веке и Библия, и археология библейская, это настолько были, как сказать, изучены во всех мельчайших подробностях, что сегодня мне приходится серьезно сомневаться в историчности Иисуса Христа. Но, как бы то ни было, вот эта мифологическая школа имеет пять основных постулатов. Самый первый в том, что вот образ Христа создавался постепенно путем очеловечивания каких-то идей божества, так называемого божества Иешуа, то есть Иисуса. Но об этом на это можно ответить очень легко. Просто осуществование такого культа, культа божества по имени Иешуа или Иешуа, фактически никаких серьезных доказательств нет. Второй постулат о том, что миф о Христе есть вариант просто античных восточных мифов. потом третий момент о том, что об Иисусе не упоминают современные ему нехристианские писатели якобы. Об этом дальше посмотрим. Четвертый момент о том, что Евангелия возникли значительно позднее, на полтора века позже этих событий, о которых они рассказывают, и потому они не могут считаться достоверными источниками историческими. И вот пятый постулат о том, что это скорее наблюдение Евангелия содержит противоречия и ошибки разного рода исторического и так далее. Вот надо говорить, что пятый, пожалуй, правда. Евангелие действительно содержит довольно много противоречий, но это, как мы увидим, как раз послужит доказательство историчности Иисуса. Но мы об этом сейчас поговорим. Что касается якобы восточного происхождения христианства, о том, что ну некоторые считают, что Христос это, как сказать, перья, это видоизмененный образ Будды просто, да, это образ Будды, который был рассказом в рамках юдейской культуры того времени. На самом деле это абсолютно несерьезное наблюдение в биографиях и Будды, и Христа есть огромное различие. В биографии святых и мудрецов, и полководцев, художников всегда можно найти очень много общего, что очевидно и что неудивительно. Но, скажем так, это если вы найдете общего в истории и в судьбе Наполеона и Александра Македонского, не означает, что Наполеон есть перевоплощение Александра Македонского или, скажем так, как сказать, что его не было, Наполеона. Это просто довольно банальная констатация. Что касается источников того времени, на самом деле мы находим довольно много ссылок на Иисуса Христа. Но, прежде всего, это крупнейший римский историк Тацит, который рассказывает о пожаре в Риме в 64-м году и в этом обвиняет христиан. Я цитирую, он говорит, что Нерон свалил вину и, вот здесь его слова, на людей, ненавистных за их мерзости, которых Черна называла христианами. Далее он говорит, что христианство это какое-то зловредное суеверие и цитирую, которое распространилось не только по Юдеи, где это зло получило начало, но и по Риму, куда стекаются со всех сторон и где громко заявляют о себе все гнусности и бесстыдства. Вот так говорит историк Тацит. И самое интересное, что вот антихристианская пропаганда часто говорила, так это поздная вставка, это добавили, а сам Тацит ничего этого не говорила, а добавили сами христиане, чтобы обосновать и доказать существование Христа. Но на самом деле, в общем-то, это довольно удивительное утверждение, потому что если бы христиане сочинили что-то, то уж совершенно не это, где говорится о их вере, как о некой мерзости, где говорится о том, что это зловредное суеверие и так далее. Поэтому ни один христианин не написал бы такой текст. Это абсолютно нелогично. Вот, то же самое мы находим у другого римского историка Святония, тоже находим ссылку, где он говорит, что среди тех положительных деяния, которые сделаны император Нерон, было преследование христиан. Вот это положительная вещь, как считает Святония. Положительно, потому что христиане это люди, исповедующие новое и зловредное суеверие, пишет другой римский историк. И здесь опять-таки то же самое. Если бы христиане сочинили, ну, зачем писать такую вещь? Другие слова о христианах мы находим у Лукьяна. И очень интересные слова, потому что он пишет в следующем, говорит, первый их законодатель, то есть законодатель христиан, вселил в них убеждение, что они братья друг к другу, после того, как они отрекутся от эллинских богов и станут поклоняться своему распятому мудрецу и жить по его законам. Вот очень интересно, потому что не такой отрицательный подход, но все равно и говорит о том, о первых христианах фактически, потому что это написано, ну, все это в середине второго века нашей эры. И, конечно, есть и другие свидетельства, среди них, например, Цельс, который написал о том, что Христос был казненным вождем мятежа. Далее он пишет о том, что христиане поклоняются человеку схваченному и казненному. И еще, что Иисус совсем недавно проповедовал это учение. Вот это то, что пишут историки первого-второго века нашей эры. Но очень много мы находим у юдейского писателя первого века Иосифа Флавия. Это главный источник фактически о который пишет о Христе. Но тут надо говорить, есть проблема как раз источниковедческая, потому что фактически его тексты, в которых упоминается Иисус, они дошли до нас они дошли до нас, но все-таки не в полном объеме. И наконец, находим естественное подтверждение и в самом Талмуде, где, конечно, с отрицательной оценкой, но все-таки упоминается Христос. Составители Талмуда, хотя они очень кратко сообщают о Христе и иногда не совсем ясно, но все-таки никак не сомневаются в его реальном существовании. Естественно, если такие сомнения были, то противники христиан, они обязательно воспользовались, но, как мы видим, даже в Талмуде нет таких сомнений о его реальном существовании. Есть еще и другие вне-евангельские документы, которые вышли из христианской среды, они относятся к первому, второму веку, но об этом уже, но наиболее, а что касается уже христианских именно христианских текстов, но самые ранние это тексты послания апостола Павла, они написаны в 50-м году, примерно, 50-60-е годы. Если вот все это резюмировать, можно сказать следующее, если, допустим, предположить, что Евангелия не дошли до нас, если вдруг, и если бы мы собрали все свидетельства, которые находим у историков, в Талмуде, у Иосифа Флавия, у других и так далее, то мы бы себе могли представить картину примерно так, что при императоре Тиберии и прокураторе Пилате в Иудее жил такой проповедник Иисус из Назарета, его учение привлекло много последователей, но у властей он вызвал подозрения. И вот блюстители закона выдали его Пилату, и тот казнил Иисуса как царя юдейского, это и написано было на кресте, как вы знаете. Он был опасен для Рима, то есть он якобы был опасен для Рима, потому и казнили его. И вот после его смерти были какие-то загадочные явления, и эти явления убедили его учеников, что он воскрес. И что он истинный избавитель, которого обещали пророки. Вот если совсем не читать Евангелие, а только собрать то, что мы находим в литературе, в истории, в разных свидетельствах, вот мы могли так излагать евангельскую историю. Как вы видите, она ненамного отличается от того, что мы читаем в Евангелии. Точнее, это абсолютно одно и то же, с той только разницей, что, безусловно, авторы Евангелия, они уверены, что он есть и Сын Божий, что он есть Спаситель мира. А так события фактически совпадают. Но для нас, христиан, безусловно, главный источник для того, чтобы встретиться со Христом, чтобы что-то узнать о Нем, это главный источник этой Евангелии. Тогда здесь вопрос о том, достоверно ли то, что написано в Евангелии или нет, имеет, ну, как вы понимаете, первостепенную важность. Оригиналы Евангелия не сохранились, ни одного из Евангелий. Но это не исключение среди большинства произведений древних авторов. Надо говорить, что вот утрачены подлинники книг всех великих римских писателей. Вот Сенеки, Флави, Тацита, того же Тацита. Вот все писатели первого и второго века, их произведения дошли до нас в гораздо более поздних списках. Поэтому, что касается Евангелия, ситуация никак не отличается от того, что касается других писателей того времени. Даже я бы сказал, что она отличается в пользу Евангелия. на сегодняшний день огромное большинство специалистов библейстов считает, что на самом деле изначальные тексты всех четырех Евангелий, они написаны не позднее 60-х годов первого века, хотя бы потому, что там речь фактически нигде не идет о разрушении храма. А если разрушение храма уже состоялось, евангелисты просто не могли об этом не говорить. Мы можем только в Евангелии от Матфея найти какие-то вещи, которые могут интерпретироваться как скрытые ссылки на это разрушение храма. Но это только буквально совсем немного. Вот это может быть по мнению некоторых более поздней ставка. А в основном все четыре Евангелия по всей вероятности написаны до 60-х, но не позднее 60-х годов первого века. А теперь, что касается противоречия. Ну, во-первых, очень многие кажущиеся противоречия были фактически ликвидированы в 20-м веке, потому что библейская наука, она действительно в 20-м веке развивалась, но имела огромное развитие. Поэтому вот мы сегодня читаем Евангелие и знаем об евангельской истории гораздо больше, чем, скажем, в 19-м веке, в 18-м, в 17-м, если даже и ближе к Христу, в 10-м, каком-нибудь, 9-м веке, они знали об Иисусе и о времени евангельских событий намного меньше, чем мы с вами. Именно потому, что в 20-м веке библиистика, как наука, стала развиваться очень бурно. Но давайте здесь надо остановиться немножко на так называемую синаптическую теорию. Но и прежде всего надо объяснить, что вот обычно иностранцам немножко смущает, как по-русски сейчас используется слово синоптики. Синоптики вообще-то ничего общего с погодой не имеют. Надо объяснить, что по-гречески «сын опсис» означает «но смотреть на какое-то явление совместно». О чём и даёт речь. Если взять три первые евангелия от Матфея, от Марка, от Луки и их писать вот параллельно, когда столбами так, то можно вот как раз совместным взглядом, одним взглядом захватить вот эти три текста и убедиться в том, что они фактически совпадают. Изредка евангелист Лука переставляет какие-то события, которые у Марка и Матфея мы находим абсолютно в одинаковом порядке. Но вот иногда Лука их меняет порядком. Но а так вот эти три Евангелия они совпадают по хронологии, по повествованию, а иногда просто повторяют одно и то же. На сегодняшний день мы себе представляем возникновение Евангелия вот таким образом. У нас, во-первых, есть довольно древние свидетельства античного автора, который написал, что Матфей записывал из речения Господа на еврейском языке, а переводил, переводил или толковал глагол один по-гречески, их кто как мог. Отсюда вывод. На сегодняшний день мы считаем, что действительно, скорее всего, Матфей, то есть один из самых близких людей, один из апостолов, один Матфей был мыторем, мы о нем поговорим ближе к концу сегодняшней лекции, мытор, которого Господь призвал, так как мытор, он человек образованный, он умеет писать и так далее. И вот, видимо, потому он стал записывать. И записывать он стал именно из речения, Господа, как нам говорит вот этот источник, из речения, то есть его проповеди, лугия по-гречески, его слова. И по всей вероятности существовал какой-то сборник на еврейском языке, куда вошли только лугия, то есть только слова, только проповедь, не чудеса, не рассказ о рождении и не рассказ о страстях и смерти и воскресении. Ничего этого не было. А вот, допустим, была Нагорная проповедь и другие вот проповеди Господа. Вот этот сборник называется и обычно библейсты это указывает как на источник «эл» с греческим «ламда» или, то есть, от слова «лугия» из речения. Вот это скорее всего было написано в 40-е 50-е годы нашей эры, ну, первого века нашей эры. Некоторые считают, что Матфей скорее записывал по-арамейски, арамейский это тот самый язык или, если хотите, диалект еврейского языка, на котором непосредственно говорил и проповедовал Иисус. Но мы в разных Евангелиях мы находим слова именно на этом языке, на арамейском. Это именно те самые слова, видимо, которые Господь сказал, но все-таки литературным языком считался еврейским литературным, поэтому трудно знать, как на самом деле Матфей записывал. Но почти одновременно с этим другой евангелист Марк написал чудеса. А затем, чуть позже, наверное, Матфей перевел на греческий язык вот эти лугиа и добавил чудеса, которые взял у Марка. Фактически у нас есть такая теория двух источников. Один источник это вот эти лугиа, то есть проповедь, которая записана Матфеем когда-то на еврейском или арамейском. Но этот текст до нас не дошел. А другой источник это Евангелие от Марка. Почти так, как мы его читаем сегодня. А вот другие евангелисти Матфеи, скажем, второй Матфей, то есть тот человек, который взял первоначальный текст Матфея и Евангелие от Марка и их соединил и сделал теперешнюю редакцию Евангелия от Матфея, как мы его читаем сегодня. То же самое дело Лука фактически. Вот это я не знаю есть ли у нас слайды об этом нет, но неважно. Вот Лука действовал абсолютно так же, как и Матфей, то есть он взял вот эти луги, он взял Евангелие от Марка, но у него еще был какой-то свой источник другой, которого не было у Матфея. Это мы знаем совершенно точно, потому что Лука нам, например, рассказывает, приводит притчи, которые только он рассказывает, ни Марк, ни Матфей. Вот это фактически теория возникновения первых трех Евангелий, как она считается вот именно на сегодняшний день, как считают специалисты. Но что касается евангелиста Иоанна, он написал чуть позднее, скорее всего двенадцатые годы. И очевидно, что Иоанн писал для общин верующих, у которых уже были Евангелия, то есть от Матфея, от Марка, от Луки. Почему? Потому что он не считает нужным рассказывать нам какие-то факты, которые уже были в этих Евангелиях. Но иногда он как будто на это ссылается, то есть как будто он подразумевается, он знает, что его читатели знают, уже читали это в другом повествовании. Евангелисты сильно отличаются между собой и по стилю, например, и по стилю, и по содержанию, и даже по, я бы сказал, богословию. Матфей это тот, который больше всех связан с Ветхим Заветом. Он постоянно подчеркивает пророчества, например, исполнение пророчеств. Он тот, который более всех привязан к еврейской культуре. А вот Лука меньше всех, его это волнует меньше гораздо. А вот что касается Марка, мы можем сказать, что он очень плохой писатель. Лука, наоборот, очень старательный писатель, самый старательный всех. Он довольно хороший историк. Он начинает свое повествование, говоря о том, что так как многие уже начали писать, то я посчитал своим долгом хорошо исследовать и писать по порядку. Вот это говорит Лука, притом он говорит это дважды в Евангелии и в Деянии святых апостолов. Мы знаем, что Марк ученик Петра и знаем, что Лука ученик Павла. Евангелие от Иоанна, как я сказал, отличается от других синаптических. Можно сказать так, что вот Матфей, Марк и Лука, они компиляторы, они использовали различные материалы, а вот у Иоанна намного виднее рука одного автора. То есть это человек, который больше работал над своим текстом, он мастер диалога, он любит драматические картины, например, все диалоги вот Иисуса с Пилатом, Иисуса с кем-то, очень часто в самой длинной редакции это как раз от Иоанна. очень раньше библейсты говорили, что Иоанн самый греческий из евангелистов, потому что, как я уже сказал, в начале его Евангелия он пишет, что в начале было слово, и слово было у Бога, и вот это логос, это якобы греческая философия того времени. Сегодня библейсты так уже не считают. наоборот, Иоанн абсолютно еврей до мозга костей. Он повторяет то, что писал Филон Александрийский и не только. Он, очевидно, относится к такой среде, как вот этой эссены, то есть, это монашеский орден, который существовал именно во времена Иоанна Крестителя. И, кроме того, если даже читать его греческий язык, очень часто лингвисты видят, что, как вам сказать, под этим греческим лежит как бы арамейский или еврейский текст. То есть, иногда он просто буквально переводит на какой-то корявый греческий язык. В отличие от синоптиков, то есть, от других евангелистов, Иоанн цитирует Ветхий Завет не по септуагенте, то есть, не по греческому переводу, а дает сразу еврейский и арамейский перевод. Конечно, он сам переводит это на греческий язык. Иоанн, больше, чем других, подчеркивает, что Христос Сын Божий, пришедший с небес. Но в то же время, именно Иоанн нам дает намного больше характеристик его человечности. Очевидно, что писал человек, который лично знал Иисуса Христа. Вот больше всех говорит о его чувствах, о его усталости, о его скорби, о его слезах, о его человечности одним словом. Хронология у Иоанна более достоверна, более четко, чем у других евангелистов. Иоанн нам показывает, что Иисус, если другие евангелисти так построили свой текст, что Иисус как будто попал в Иерусалим только перед страстями, то есть последний год своей жизни, что абсолютно маловероятно, потому что любой набожный израильтянин каждый год на Пасху ходил в Иерусалим, то Иоанн очевидно нам показывает, что Иисус часто бывал в Иерусалиме и бывал каждый год. Правда, мы и у других евангелистов можем найти подтверждение, потому что, например, они нам рассказывают о Лазаре, воскрешении Лазаря, и мы знаем, что селение, где жил Лазарь с сестрами Марфы и Марии, это было рядом с Иерусалимом, поэтому очевидно, что и по другим, хотя другие евангелисты откровенно об этом не пишут, но все-таки Иисус по всей вероятности бывал в Иерусалиме каждый год. Кем именно написано Евангелие от Иоанна, имеется в виду следующее, когда вы прочтете последнюю страницу Евангелия от Иоанна, увидите, что хотя бы самые последние слова не могут быть написаны самим евангелистам, потому что об этом и говорит, сей есть апостол тот и так далее, поэтому очевидно, что это кто-то другой написал, но скорее всего вот традиции, даже иконография нам изображает евангелиста Иоанна всегда с учеником, кто этот ученик Прохор, как говорит традиция, или другой Иоанн, Иоанн Ерей, о котором тоже говорит предание, мы точно Иоанн Пресвитер, мы точно не знаем, но во всяком случае все четыре евангелисты, четыре Евангелия, простите, они написаны, если не в прямом смысле тем евангелистам, которые вот, чьё имя носит текст, то написаны, скажем так, его общиной, да, и тут важно подчеркивать, что вот хоть и русский перевод, синодальный перевод говорит Евангелие от Иоанна, от Марка, от Матфея, от Луки, на самом деле в греческом оригинале КАТА означает Евангелие по Иоанну, Евангелие по Матфею, по Луке и так далее, то есть Евангелие, которое относится к некой школе или к некой общине, это та община, которая, видимо, слушала проповедь вот этого данного евангелиста. вот, все четыре канонические евангелия создавались на протяжении второй половины первого века, и фактически это означает в тот момент, когда еще жило очень много людей, которые лично знали Иисуса Христа. Поэтому, безусловно, Евангелия, несмотря на внутренние противоречия, о которых мы сейчас поговорим, они имеют историческую ценность. Они довольно достоверно и близко нам рассказывают и передают и деятельность, и слова Иисуса Христа. Они, безусловно, отражают веру евангелистов, но это не означает, что евангелисты придумали то, что написано, то, о чем они рассказывают, так как они верили в Господа, верили, что Он Сын Божий, они придумали и сценировали какие-то сцены, диалоги и так далее. Ровно наоборот, если читать Евангелие с верой, мы видим, что прямо текст отражает их опыт прямого общения с Господом. Это человек, Бог, человек, которого они лично знали, они ходили с Ним три года по дорогам Палестины, они знали его характер, его голос, его и так далее. Поэтому мы можем быть уверены, что евангелисты нам не только, прежде всего, нам передали свою веру в Господа, но все-таки также нам дают, позволяют своим текстам подойти именно к историческому, исторической личности Иисуса Христа. Например, доказательство огромного уважения, которое первое поколение из христиан имело к Учителю, это в том факте, что мы не находим, мы находим в Евангелии какие-то выражения и вещи, которые уже первое, второе и третье поколение христиан перестали использовать. И наоборот, не находим как, например, Царство Небесное, Сын Человеческий и так далее. А, допустим, другие проблемы, которые мы знаем по истории, что они сразу возникли, если не у первого, у второго и у третьего поколения христиан, вот как, например, как быть с теми из христиан, которые не имеют никаких еврейских корней. В самом тексте Евангелия об этом очень мало можем найти. Почему? Потому что это не был вопрос для именно самых первых, не был вопрос для самого Христа. Потом еще такой момент, речь Иисуса Христа во всех Евангелиях резко отличается по стилю от слов самих евангелистов. То есть стилистически, когда рассказывает евангелист, когда приводит слова Спасителя, мы видим довольно заметную разницу. И переходим к как раз личности Иисуса. Если читать Евангелие, мы видим, что его личности абсолютно отличаются, например, от личности других основателей религии, мудрецов античного мира. например, Иисус предстоит перед нами как человеком очень решительным, который не признает себя грешным никогда, нигде. Он говорит и действует с уверенностью и с такой властью, которая все-таки с большим трудом могла быть, если бы его не было. Что я хочу сказать? Если бы евангельскую историю придумали евангелисты, сочинили евангелисты, им было бы чрезвычайно сложно писать какие-то вещи, которые мы находим в Евангелии. Например, когда Христос обращается к апостолу Филиппу, говорит, как же, Филипп, ты столько живешь со мной, и ты не поняш, что кто увидел меня, тот увидел Отца. Но никто не мог в Израиле говорить такие слова. И если бы христиане, первые христиане придумали личности Иисуса Христа, они бы не стали писать такие слова. Но очень много другого. Мы, когда читаем в Евангелии, находим очень часто, например, вот выражение «никогда человек не говорил так, как этот человек». Это сказали служители храма первосвященников, когда те отправили их задержать Иисуса. Они вернулись, сказали, когда спросили, почему не задержали его. Ну, вот они так и ответили. Никогда человек не говорил так, как этот человек. И, безусловно, то, что Иисус говорит, коренным образом, отличается от того, что говорили учителя, то есть равви того времени. Отличается от того, что говорил, например, очень известный учитель Гиллель. Отличается от того, что говорил сам креститель. И вот здесь самое важное и отличается от того, что говорили все пророки. Он пристает не как пророк, он говорит, «Я и Отец – одно, да буду все едино, как Я, Отче, в Тебе, и Ты во Мне». Но это ни один пророк не говорил. То есть Иисус – Он абсолютно уникальная фигура во всей Библии. Нельзя говорить, что вот это один из многих пророков, может быть, последний пророк. Нет, очевидно, Он не пророк, а вот кем-то другим. Интересно, что Иисус никогда не использует выражение, когда говорит о Своем Отце, об Отце Небесном. Он никогда не говорит «наш Отец». Мы находим это выражение лишь единожды, когда Он нас учил молитвой. «Отче наш». Но эта молитва так, как мы должны ее произнести. А Он всегда говорит «мой Отец» и «ваш Отец». Он четко отделяет. Вот Он – Сын не так, как мы, а по-другому. И надо говорить, что эта разница была видна, и мы ее видим в Евангелии. Например, мы видим, когда люди не понимают, кто Он. И вот такая тайна Сына Человеческого, такая загадка, я бы сказал, даже этого человека. Вот это перед всеми, кто слушал Его проповедь, вот стоит вопрос, кто Он. Ну, например, когда Он прощает грехи у одной блудницы в доме Симона Фарисея. И мы сегодня прочтем позднее вот этот отрывок. И вдруг находим такой комментарий. И возлежащие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Или когда, например, Он изгнал Духа Нечистого в Капернауме, тоже люди говорят, что это за новое учение, что Он и Духом Нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему. Вот Он всегда говорит со властью, как говорит сам Евангелие. И надо говорить, что не только посторонние люди, но и сами апостолы себе задают этот вопрос. Вот, например, когда Он усмирил бурью, и апостолы, которые были вместе с Ним в лодке, пишет евангелист Марк, убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто же сей, что и ветер, и море повинуются Ему. Вот это главный вопрос в Евангелии. Притом, в Евангелии от Марка это главный вопрос всего текста – кто Он? И до того момента, когда сам Господь в 8 главе Евангелии от Марка спрашивает учеников, «А вы за кого почитаете Меня?» И вы помните, что потом апостол Петр от имени всех отвечает, что вот Он – Сын Божий. Вот фактически главный вопрос в Евангелии, я говорю прежде всего в Евангелии от Марка, но и в других, это именно это – кто Он? Этот вопрос, конечно, стоит и перед нами, и перед каждым, и каждой из нас. Вот кто Он для нас? Теперь, насчет Библии, не только Евангелия, но Библии в целом. Мы должны иметь в виду, что Библия – это из всех текстов мировой литературы, это тот, который изучается больше всех. Поэтому нет более проверенного текста литературного, чем сама Библия. Вот особенно в последние два века можно сказать, что фактически каждый стих из Ветхого, а гораздо еще больше Нового Завета подвергался невероятному тщательному изучению. И это изучение означает, во-первых, сравнение, видите, рукописей, и тут и пергамент, и папирусы, и сравнение для того, чтобы установить прототип, то есть первый текст, да, это известная, есть известная методика для этого. Это делается не только с Библией, с Евангелием, но даже со светской литературой. Если вот до вас, ну, скажем, повесть временных лет дошла в разных списках, вы должны сравнивать эти списки, чтобы восстановить вот оригинал, да. Это с Евангелием, с Библией в целом, но с Евангелием в особенности было сделано в 20 веке великолепно, как ни с каким другим произведением мировой литературы. Об этом надо знать. Это самый проверенный текст. Поэтому я говорю, вот и рукописи, и разные редакции, и потом изучение литературных жанров, изучение содержания и формы, изучение языка, а в данном случае языков, потому что, как вы знаете, Библия сначала вот древнееврейский язык, местами арамейский, но и греческий Нового Завета. Можем сказать, что в 20 веке Библия стала объектом тщательного анализа в свете самой современной исторической науки, как археологии, лингвистики, текстологии и так далее. И тут вот очень интересно, смотрите, когда говорят, но как говорили в советское время, вот это недостоверно, противоречие или вот рукописи, они настолько более поздние, чем сам текст, что вот мы ничего. Вот смотрите, Платон дошел до нас в 11 манускриптах. Есть другие, например, Эврипида, то всего лишь два манускрипта. В Вергилии 10 манускриптов. Имеете ли вы представление о том, сколько существует греческих манускриптов, в каком количестве я имею в виду? Только Нового Завета. Их больше двух с половиной тысяч. То есть это огромное количество рукописей по сравнению с самыми известными творениями мировой литературы. А если иметь в виду срок, прощающийся времен написание книги и до самого раннего из сохранившихся манускриптов, то положение в Англии еще более интересно и намного лучше, чем положение самых известных памятников в мировой литературе древности. Вот, например, подлинники Вергилия отстоят от наиболее древних списков его произведений на 400 лет. А вот Горация на 700 лет, Цезаря на 900 лет, а Платона на 1300 лет и так далее. Эврипиды на 1600 лет. А вот разница. Вот Евангелие от Иоанна, которое написано в 90-м году, скорее всего, вот самый древний, дошедший до нас фрагмент этой рукописи, текста Евангелия от Иоанна, это относится к 120-му или 125-му году. То есть разница совершенно незначительна. Вот интересно. То есть, если вот сегодня взять данные, самые современные данные науки, и вот, зная это, перечитать атеистическую литературу советского времени, это просто смешно. Потому что, оказывается, библейские тексты, и в особенности Евангелие, это самый проверенный текст, самый надежный. А теперь еще один момент, который для меня очень дорогой и очень важный. Вот говорят, что в Евангелии есть очень много противоречий. Действительно есть противоречия. Если, скажем, мы возьмем Нагорную проповедь, которую нам приводит Евангелист Матфей, она отличается от той Нагорной проповеди, которую приводит Евангелист Лука. Они разные, да? При том, что Нагорная проповедь Матфея, она действительно Нагорная, а Нагорная проповедь Луки, она скорее подгорная, потому что Лука говорит о том, что они спустились с горы, а Матфей нам говорит о том, что он поднялся в гору. Вот тогда как быть? Кому верить? На самом деле, к сожалению, время не позволяет. Это безумно интересный аргумент и безумно интересный. Я намеревался читать об этом целую лекцию, но, видимо, это будет в другой раз, потому что действительно мы не можем этого делать. Вот. Но получается такая интересная вещь, что именно эти слабости, именно эти слабые места, именно эти противоречия, они больше всего доказывают, что это все достоверно. Среди противоречий сам герой евангельского повествования, сам Христос, у нас нет, например, описания его облика физического, нет. Мы, евангелисты, нам ничего об этом не говорят. Любопытно. Но согласитесь, если бы придумали текст, если бы сочинили такого героя, которого в действительности ничего не было, ну, хотя бы описали его облик, это, ну, как сказать, это нормально, это как бы самый минимум, что может делать писатель. Но как раз это нам показывает, что это не не придумано. И уж безусловно, если бы Иисус был плодом воображения евангелистов и первого поколения христиан, то они придумали совершенно другой эпилог этой истории. То есть история с распятием, с, как сказать, с тем, как он появился перед Пилатом, перед Иродом и так далее, но евангелисты сочинили бы совершенно другую историю, не такую. потому что она как раз не входит в представление о Спасителе того времени. Вот мы сказали, мы знаем, что все набожные евреи того времени ждали, когда, наконец, придет Мессия. Так вот, если бы они придумали такую Мессию, придумали бы совершенно по-другому. То есть, историю написали бы другую. И вот здесь гораздо лучше и красивее, чем я, об этом говорит отец Георгий Чистяков, который долгие годы служил в этом храме. Я процитирую два места из его книги «Размущение с Евангелия в руках» или... Нет, над строками Нового Завета, если не ошибаюсь. Вот что он пишет. Он говорит одна отличительная... Он говорит об евангелисте Марке. Одна отличительная черта Евангелия от Марка – его язык. Он на редкость плох. В Деянии святых апостолов Петр и Иоанн восклицают «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Примерно так мыслит евангелист Марк. И эту фразу с Деянием можно было бы поставить эпиграфом к Евангелию от Марка. Писать ему очень трудно. Он никогда не был писателем и не будет им впредь. Он тот, кого евангелист Иоанн назовет потом словом «свидетель». Понимая, что рассказать об Иисусе необходимо, несмотря на то, что ему это очень трудно, он рассказывает. Он говорит на странном, временами смешном, временами почти непонятном греческом языке. Использует какие-то неожиданные образы. Марк очень плохой писатель. Трудно найти другой текст на греческом языке, который был бы так несовершенный. Евангелист Марк никогда не учился искусству рассказа. Он совершенно не умеет рассказывать так, как прекрасный писатель Лука или старательный, молитвенно настроенный Матфеи. Но Марк, тем не менее, делает то, что в его силах, потому что его переполняет благая весть, и он не может не делиться ею с людьми его окружающими. Марк почти не использует прошедшего времени, у него всегда время настоящее. Это еще одна яркая отличительная черта в его совершенно особом стиле повествования. Кроме того, он часто начинает предложение союза и. Можно насчитать у Марка до 40 таких предложений подряд, то есть и пошли, и сказал, и ушли, и так далее. И еще он любит два слова тотчас и вновь. Комментирует отец Георгий, за такие вещи учительница литературы снижает ученику оценку. Но Марк не может по-другому. И в силу этого Евангелие от Марка становится абсолютно уникальным свидетельством о Спасителе. Именно литературное несовершенство делает это Евангелие удивительным свидетельством несомненной подлинности. Вот где важный момент. Именно то, что этот человек не умеет писать, но пишет, нам доказывает, что это настолько важно для него, что вот стиль, времена глаголов и так далее, это все второстепенно. Главное, надо писать обязательно. Он не может не писать. вот другая цитата, это уже отец Александр Мень пишет, этот исключительно важный вывод явился итогом многолетних исследований тщательного анализа Евангелия в свете современной исторической науки, археологии и лингвистики. надежды тех, кто думал, что наука развенчает Новый Завет, не оправдались. Именно труды современных ученых еще раз подтвердили, что Евангелие подлинные и достоверные документы. Вот это то, на что я и хотел делать, ну, акцент подчеркивать. Теперь давайте перейдем к земной жизни Спасителя. Как я сказал, вот земная жизнь Спасителя, как и самой Евангелии, в основном состоит из проповеди, с одной стороны, и чудес. Чудеса, они по-гречески называются знаками. Это знак, или, если хотите, знамена Царства Небесного. Вот они доказывают, они показывают явным образом, что вот Царство Небесное, вот оно здесь, оно уже началось. Но это, когда я говорю чудеса, я имею в виду не только исцеление, а даже вот сами события из евангельской истории. Ну, самые первые события, безусловно, это рождение Христа. Благовещение сначала, и которое начало нашего спасения, как говорит и молитвы вот этого праздника, мы видим, что осуществляются все пророчества. Но и способ вочеловечения, то есть появления Иисуса Христа, Бога, вот в Иисусе Христе, этот способ тоже чудесный, потому что, как вы знаете, он родился от Девы. Здесь надо объяснить, что речь идет не только о чистоте Пресвятой Богородицы, потому что не надо забывать о том, что, скажем, еще в первом веке нашей эре, вот, представление о том, как появляется жизнь, были совершенно несоответствующими с тем, что мы на сегодняшний день мы знаем. То есть, себе представляли, что женщина, это как женское лоно, это как вот то место, где развивается плод, но женщина ничего не дает, она только получает семя мужа и ничего больше, и она дает только это средство. Отсюда выводы, что рожденный от Девы означает рожденный от Бога, он Сын Божий. Вот это главное содержание того, что мы знаем по нашей вере, что Мария Пресвятая Дева. Но безусловно есть и участие Матери, хотя бы в согласии. Вот это есть ее участие. И об этом свидетельствуем Евангелие, когда она говорит, Сера Бога Господня, да будь мне по Слову Твоему. То есть, ее согласие. Вот это есть ее участие. Но только что было Рождество, и поэтому вы очень много и размышляли, я думаю, надеюсь, и читали, и слушали самые разные проповеди. Вот. И потому не стоит на это долго остановиться, я хочу только подчеркивать, что Бог, который живет вне времени, пространства и так далее, входит во время, входит в историю, входит в пространство, но выбирает себе не столицу империи, а вот брошенную, скажем, брошенную деревню, малозначительную деревню в очень малозначительной провинции Римской империи. То есть, он во человечестве и одновременно стал провинциалом. Он выбрал для себя это состояние. То есть, родиться не в палате какого-нибудь царя, или, не знаю, богатого человека, или сильного мира сего, ровно наоборот. Он был провинциалом. Он родился в Эльтепе, не было места для него в гостинице. То есть, выбрал для себя все самое простое. Далее, Сретине как встреча двух заветов. Вот, Сретине потому так и называется это славянское слово, это встреча, встреча двух заветов. Вот, когда Симеон и Анна принимают этого ребенка, там встречается ветхий завет в их лице и новый завет в лице, конечно, Господа. И затем Богоявление, то есть, крещение Господнее, в которое удивительным образом, Он, 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 един, безгрешный, как мы поем и говорим всегда, Он, как каждый из нас проходит через этот обряд очищения, хотя Он безгрешный. Но Он, по словам Иоанна, Который крестит Его, Он, Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира. Вот почему Он разделяет с нами и крещение. Крещение – это знак смерти и воскресения. Об этом говорит сам Господь, когда Иоанн и Яков подошли к Нему и попросили места по правой и по левой стороне, когда Он будет, наконец, царем. И Господь спрашивает их, можете ли Вы пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, Которым Я крещусь. И здесь имеется в виду одновременно и смерть Его, и воскресение. По этой причине, когда совершается таинство крещения, мы читаем всегда послание апостола Павла, который говорит о том, что если мы умерли вместе со Христом, так же вместе с Ним мы воскреснем. И сама символика крещения, когда погружается человек или ребенок погружается в купели, вот это символ его смерти духовной, и когда выходит из воды, это его воскресение. И после этого Евангелие нам рассказывает об искушениях в пустыне. И это очень интересная страница, потому что Он единый, безгрешный, но Он прошел через настоящий опыт искушения. Это не метафорическое искушение, это настоящее искушение. Притом искушение, так как нам, например, приводит евангелист Матфей, эти три искушения, они абсолютно, как вам сказать, они являются прототипом любого искушения. Вот любой человек проходит через эти три искушения. Первое это довольствоваться тем материальным благами, которые у нас есть. Вот прежде все это искать, как самое важное. А вот на это Господь отвечает, ищите прежде Царство Божие, правды Его, и все приложится вам. То есть христианин все-таки не грешит, если он стремится даже к благосостоянию. Но главное, чтобы это было неглавным как раз. Потом второе искушение – это искушение использовать духовную власть, как сказать, для того, чтобы показать. А об этом я поговорю позднее, потому что мне кажется, что очень часто мы неправильно себе представляем чудо. Но это будет уже в конце лекции. чудо никогда не есть на показ. Никогда Господь не совершал никакого чуда для того, чтобы люди посмотрели и благодаря этому поверили. Ровно наоборот, как мы сейчас и увидим. И потому, конечно, он сопротивляется вот второму этому искушению использовать духовную власть в свою пользу и для того, чтобы показать свою силу. А сверхъестественную. А вот третье искушение это искушение власти. Я думаю, что эти три искушения вот материальное благо, неправильное понимание духовности и духовной силы и третье власть. Я думаю, что любой человек проходит через эти искушения много-много-много раз в своей жизни. эти предложения сатаны искушения, они есть на самом деле и то, чего ожидали люди в то время от спасителя. Вот власть, с которой имеются какие-то блага материальные, власть духовная, власть политическая и так далее. Апостол Павел написал, мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха. Вот это очень важно знать, что когда мы находимся, как сказать, лицо к лицу с искушением, что Господь проходил через этот опыт, Он был искушен. Но и все-таки катехизация это прежде всего подготовка к крещению, и потому здесь надо говорить, что оглашенные люди, которые готовятся к крещению, именно в момент, когда принимают крещение, они дают какие-то обещания, то есть отказываются от сатаны, от всех его соблазнов. Я бы хотел сюда добавить еще один штрих, который, мне кажется, очень важный, это относительно поста, потому что мы знаем, что когда Господь был в пустыне и был искушаем, Он постился. скажу очень коротко об этом, но это очень важно. Надо правильно понять пост. Пост это борьба с темным миром, который находится вокруг нас и который находится в нас. Это смысл поста. Вот образно борьба с искушением, как это было и для Господа. Но это не прежде всего диета. Вот пищевой элемент, скажем так, в посте это второстепенный элемент. Это не самое важное. Пост не есть и отказаться от пищи просто так, потому что это можно делать с целью похудения, с целью здоровья и так далее. Это очень хорошие вещи, но не это и есть и смысл христианского поста. Пост это прежде всего время работы над собой, время, в котором мы должны примириться с собой и примириться со всеми вокруг нас. Вот в этом смысл поста. А уж что касается пищевого поста, это уже вещь намного более второстепенная. почему я вот остановился на этот момент? Как вы видите, вот Благовещение, Рождество, Сретение, Крещение и так далее, да, это все праздники церковные, первые праздники календаря, но после этого фактически рассказ в Евангелии останавливается и рассказ о каких-то событиях будет только в конце Евангелия, когда уже речь идет о страстях смерти и воскресения. А вот то, что в середине, а это 80% содержательной части Евангелия, это проповедь и чудеса. И об этом говорит евангелист Матфей в 4 главе, когда говорит, ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Вот проповедь и исцеление, проповедь и чудеса. И надо нам понять, что если для апостолов Иисус прежде всего учитель, то для других, для народа, который окружает его постоянно, для толпы, скажем так, Он прежде всего целитель. И вот об этом и сегодня немножко поговорим. Как говорит евангелист Лука, Иисус себе представляет жизнь, как борьба с властью тьмы. Это в течение всего, всей земной жизни. И, конечно, в конце, когда страсти, когда особым образом. Помните, что то есть очевидно, что Иисус потом эту власть исцелить, эту власть изгнать нечистых духов и так далее, Он передает апостолам. И уже при его жизни и 12 учеников, и 70 учеников, они получают такую власть, и Он посылает их и проповедовать, и исцелять. И мы видим в Евангелии от Луки, например, что когда они возвращаются и рассказывают Господу о том, что вот какие чудеса были и так далее, Иисус отвечает, «Я, видя сатану спадшего с неба как молнию». Вот это и есть его земная жизнь, борьба с сатаной, борьба с этой властью тьмы. Апостол Иоанн Богослов в первом своем послании пишет, что сначала дьявол согрешил, для сего то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Сам Иисус говорит, «Я пришел для того, чтобы имели жизни и имели в избытком». Вот это и есть власть, его власть над немощными и нечистыми духами. Ну, и здесь небольшой я бы хотел все-таки немножко говорить о том, какова связь между болезнью и грехом. Потому что в книге «При мудрости Соломона» мы находим такие слова, что Бог не создавал смерти. И понятно, что раз Бог сотворил мир, создал человека по образу своему подобию, поставил человека главой, венцом всего мироздания. Конечно, он не хочет видеть страдания, не хочет видеть болезни или смерть человека. И вот по свидетельству Священного Писания мы с вами видели, когда читали первую страницу, ну, первую главу, простите, и вторую, и третью книги бытие, мы видели, что смерть, страдания, тленность вошли в мир, появились мироздания как последствия греха. Мы знаем, что человек это создание, состоящее из тела, духа и души. И, безусловно, есть и связь между, вот, психосоматика, например, это, вот, скажем, телесное отражение душевной жизни человека, да? Но, безусловно, есть и душевное, и телесное отражение духовной жизни человека. Вот в этом смысле грех и болезни, они связаны. Грех связан как с психической, так и с физической болезнью. И некоторые психические расстройства и заболевания действительно представляются как гипертрофированные пороки или грехи. Очень часто, особенно психические. По этой причине во время земной жизни Иисуса Христа многие считали, что болезнь дается человеку в наказании за его грехи. и вот для нас некоторые случаи, например, объяснования, одержимости, которые приводятся в Священном Писании, нам напоминают определенные психические расстройства. Но надо говорить, что в то время, во времена земной жизни Иисуса Христа, и чисто физические патологии, например, как слепота, проказа, паралич и так далее, они считались последствиями греха, либо болящего, либо его ближайших родственников, чаще всего родителей. Такое мнение разделяли даже ученики Христа, потому что мы видим в Евангелии от Иоанна, что когда они встретили слепорожденного, апостоли спросили Иисуса, рови, кто согрещен, он или родители его, что родился слепым? И то же самое фарисеи так считали, потому что когда потом видят этого же слепого, говорят ему, во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? Так что это было очень распространенное мнение. Надо говорить, что болящих избежали не только по боязни заражения, скажем, но еще и по причине страха осквернения. И вот здесь мне кажется очень важно иметь в виду одну вещь, что Христос сопротивляется этой позиции. Он ее отрицает. Он не считает болящего человека грешником. Мало того, он не только не боится общения ни с болящими, ни с грешниками, но сам ищет этого общения. Он считает себя врачом, который как раз и должен заниматься лечением всех, кто страдает от недуг, и неважно телесных, душевных или духовных. Потому он говорит, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Итак, следуя за Христом, Церковь видит связь между болезнью и грехом, но не в том смысле, что считает болезнью наказанием Божьим за грехи, а ровно наоборот, считает грех духовной болезнью. Вот это настоящая связь. То, что это связи Церковь подчеркивает, мы видим, например, в Таинстве Соборования, которое одновременно лечит и тело и дает прощение грехов. И главное христианское таинство, Евхаристия, она дается всем верующим, как мы говорим каждый раз, во исцеление души и тела. К сожалению, очень часто бывает, и я могу сказать, как священник, что очень часто на исповеди люди приходят, и чаще всего, например, различные состояния зависимости, психологическая зависимость или физическая, например, алкоголизм, например, токсикомания и так далее. Очень часто бывает, что люди говорят, когда, допустим, у сына какая-нибудь такая зависимость, говорят, вот это, наверное, наказание за мои грехи или и так далее. Надо иметь в виду, что это не очень христианская мысль. Бог, конечно, не наказывает. Бог есть любовь, Он есть высшая справедливость, Он не наказывает человека за грех, тем более за грех, который не сам Он делал, а, допустим, Его родители. Это немыслимо, это не наш Бог. А вообще Бог нас не очень наказывает, Он нас учит, а это другое дело. христианский Бог не мстительный властелин, он бывает, к сожалению, что иногда на наши представления влияет языческое представление о богах, но это не наша вера. Но это я хотел подчеркивать, потому что, увы, довольно часто сталкиваемся с таким явлением, тем, что вот люди считают, что какая-то болезнь или какое-то состояние зависимости – это последствия греха, тем более не того человека, а кого-нибудь другого. Так вот, другое дело – это тот факт, что мы, наверное, человечество перед Богом как единый организм. нам кажется, что мы живем все по-разному, но все-таки Господь смотрит на нас и видит, как единый организм. И поэтому бывает, что зло в какой-то момент исторически появляется с такой силой, как, скажем, вулкан, допустим. Вот то же самое бывает со злом, что есть такое извержение, скажем, зла. Есть истерические моменты, когда зло действительно как будто побеждает. и история XX века все-таки знает немало таких моментов. Боюсь, что и начало XXI века нам подавало уже несколько примеров вот такого извержения, извините, вот сил зла. Но надо говорить, что мы безусловно считаем, что зло существует, что есть дьявол, что есть сатана и так далее, и что он имеет большую власть. Мы видим, когда Господь изгоняет нечистых духов, что очень часто они сильно сопротивляются. Например, когда Он исцеляет, изгоняет нечистого духа из этого бесноватого в городе Капернауме в первой главе Евангелия от Марка, мы видим, что вот этот нечистый дух сопротивляется. Он кричит, он все говорит, я знаю, кто ты, Иисус Назарянин, и так далее. Но все-таки Он не в силу делать навредить человеку в присутствии Спасителя. Это очень важная вещь для нас, потому что тоже очень часто люди спрашивают на исповеди. И как нам показывает Евангелие, если мы живем в присутствии Господа, если Господь с нами, а Он действительно всегда с нами, но мы не всегда это осознаем, то нечистые духи не имеют силы над нами. Теперь, как я сказал, чудеса – это знаки, через которые Господь нам говорит. Но, как я уже тоже говорил, никогда, нигде в Евангелии мы не находим, чтобы Господь совершал чудо для того, чтобы показать людям, что Он имеет такую власть. Это наоборот, после того, как что-то случилось, люди могут что-то спрашивать, но Он намеренно этого никогда не делает. И ровно наоборот, очень часто мы видим, особенно в Евангелии от Марка, что Он запрещает исцеленным говорить, никому не рассказывай, очень часто говорит. Но, как правда, чем больше запрещает, тем больше люди рассказывают о том, что с ними произошло. Интересная вещь, Евангелие никогда не приводит нам бесполезных чудес, то есть чудеса, которые были бы не в пользу какого-то человека. Должен сказать, что таких чудес очень много в апокрифических Евангелиях. Мало того, там есть даже какие-то, скажем так, жестокие чудеса. То есть, Иисус якобы совершает чудеса, ну, грубо говоря, издеваясь над кем-то. Вот это неканонические Евангелия, потому они и не признаны церковью, абсолютно коренным образом отличаются от канонических по стилю, по времени писания и по содержанию, как мы видим сейчас. А, как правило, Господь также Он не совершал чудес для себя, то есть в свою пользу. А чудеса всегда они есть ответ на нужду человека, поэтому они есть проявление любви. То есть, Он, как человек, который сострадает, видит страдания других людей, Он готов помочь. Вот это и есть чудеса. Еще, не только Господь не делает чудеса на показ, не только не хочет доказать веру чудом, а ровно наоборот. Он требует веры, чтобы совершить чудо. Он очень часто спрашивает, веришь ли ты в это? Или веришь ли ты, что я могу это делать? Вот очень часто мы видим. И мы видим, что вот имение такой веры есть условие для чуда. То есть, человек должен сам поверить, или, допустим, если человека уже нет, потому что он мертв, хотя бы вот родители должны, или ближайшие родственники, или друзья должны верить. Помните, когда вот расслаблены и его друзья разбирают крышу, чтобы спустить человека на вот, вот, видимо, по вере этих друзей хотя бы, он совершил чудо. И всегда до начала чуда мы видим веру, веру людей. надо говорить, и об этом я уже сказал, что чудеса, они связаны с проповедью, потому Матфей и пишет, что он ходил по всей Горелии, уча в синагогах, проповедуя в Евангелии царства и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь. То есть, как будто чудеса и проповедь, они идут вместе параллельно. И то же самое он эту же миссию дает апостолам, когда, созвав двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. То есть, видите, вот это чудеса и проповедь, они параллельно развиваются. И давайте последнее. Есть ли сегодня чудеса? Это очень интересный вопрос. Безусловно, есть. Их очень много, гораздо больше, чем мы думаем. И как на самом деле в православной церкви мы верим, что апостольские времена никогда не заканчивались, или, если хотите, святоотеческие времена, они и до сих пор продолжаются. Вот. То же самое и чудеса. Чудеса бывают. Бывают сплошь и рядом, бывают рядом с нами. Но, может быть, это не те чудеса, которых мы ожидаем. А точнее, есть события, которые мы называем чудесами, но они не есть чудеса. И наоборот, есть вещи, которые мы воспринимаем как-то почти как-то нормальные, а вот они как раз и есть чудеса. Вот. У меня лично именно такое ощущение. И я думаю, что здесь тоже надо немножко на это останавливаться, над этим. В каком смысле? Очень часто есть какая-то жажда якобы сверхъестественного, а на самом деле это некая погоня за чудом. это жажда на самом деле не сверхъестественного, а сенсационного всего того, что вот из ряда вон выходящее. Как часто, вы себе не представляете, как часто люди на исповеди при том рассказывают такие вещи, вот кто что видел, слышал и так далее. Я абсолютно не отрицаю. Бывают вещи необъяснимые. но это ли чудеса? Вот по этому поводу у меня очень серьезные сомнения. Что такое чудо? Вот главное чудо для нас это Боговоплощение. Это то, что Бог стал одним из нас. И вот смотрите, наша вера христианская, она не очень сенсационная. Точнее, что для нас сенсационная это тот факт, что Бог стал одним из нас. То есть Он отказался от всего сенсационного. Он как будто отказался от своего всемогущества. Он стал, как я уже сказал, просто одним из нас, еще и к тому же провинциалом. Вот ядро нашей веры. как раз Бога воплощения есть Бог, который входит во все обыденное, во все, как вам сказать, привычно, нормальное, как раз, не, как вам сказать, ненормальное, неудивительно, а вот в обыденной жизни. действительно, в глазах у всех он простой рови, он один из очень многих учителей того времени. Если помните, когда некий юноша к нему подошел и сказал ему, учитель благий, он сразу его перебит, говорит, почему ты меня называешь благим? Один только Бог. Почему он это делает? Потому что в глазах у этого, то есть в представлениях этого молодого человека он будет просто рови, он будет просто учителем. Так вот, как раз первое таинство нашей, первая тайна нашей веры, Боговоплощения, Рождество, нам говорит об этом, что Бог вошел в обыденность, что и это, кроме всего прочего, дает совершенно новое значение и новое достоинство просто каждодневной нашей жизни. нашей работы и так далее. В чем чудо? Вот один из отцов святителя Афанасии Александрийский написал замечательную вещь. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Вот это смысл Боговоплощения. И это чудо, то, что мы с вами можем стать Богом. Вот это настоящее чудо. Но его трудно видеть так глазами. Помните, когда мы видели, говорили о Адаме и Еве, о первородном грехе, в чем был этот грех? Вот то, что змея сказала. Вы будете как Бог. Так это грех оказывается. А вот святитель Афанасий Александрий нас как раз к этому и призывает. И даже говорит, что это наше нормальное состояние, если хотите, наше нормальное. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Вот это обожение, это вот окончательная цель нашей жизни. Вот это настоящее чудо. Но это чудо как начинается? Начинается нашим обращением. Начинается тем, что Господь нас призывает. И вот интересная вещь, над которой немногие может быть размышляли. Апостол евангелист Матфей в своем Евангелии группирует разное. Он сначала в одной главе, скажем, нам дает рассказывать чудеса, а в следующей главе проповедь. И он, как правило, чередует вот эти довольно большие объемы материала. То есть один рассказывает о чудесах, другой рассказывает о проповеди. Или, скажем, где-то Иисус говорит, где-то действует. И вот как вы думаете, как раз он рассказывает о своем призвании, о том, как он познакомился с, скажем так, с Господом, о том, как он его призвал среди чудес. То есть он нам рассказывает разные исцеления. И вдруг там ставлен рассказ о том, как некий левий, который есть, он сам познакомился с Иисусом, как все оставил и последовал за Ним. Вот интересно, тем самым Матфея нам говорит о том, что его обращение, его призвание и есть настоящее чудо. Вот это есть чудо. Чудо – это царство Божие, которое посреди нас есть или в нас есть. Чудо есть, вот, прощение, которое Господь дает грешникам, потому что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибщее. Вот и в заключении вот то, что в седьмой главе Евангелия от Луки, когда евангелисты нам рассказывают о том, как Господь находится в доме некого фарисея по имени Симона, и там вдруг пришла женщина, грешница, и она стала она принесла сосуд с миром, разбила и стала она тирать волосами ноги Иисуса и мазать их миром и так далее. И вот этот фарисей в виде это подумал, но если бы это был пророк, он знал бы, что это за женщина и не давал бы ей прикасаться к нему и так далее. И вот на это Господь ответил, Симон, я имею нечто сказать тебе, он говорит, скажи, учитель, Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника, один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят, но как они не имели чем заплатить, он простил обоим, скажи, который из них более возлюбит его? И Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. А Иисус ответил, правильно ты рассудил. И, обратившись к женщине, сказал Симон, видишь ли ты эту женщину, я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла и так далее. То есть, он нам показывает, что вот это есть Царство Небесное. То, что грешники призваны, то, что такие люди, как Матфей, который был мытарем, поэтому считался грешником, то, что он может быть учеником, вот это чудо. То, что эта женщина, которая блюднится, что она может изменить свою жизнь, начать новую жизнь, вот это чудо. И помните, когда говорит, кто из вас имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, зовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Или, если помните, есть другой рассказ о том, как женщина потеряла монетку, драхму, и нашла, и потом делится со всеми этой радостью. Отсюда вывод. Пророк Исаия себе представляет Царство Небесное как пир, который, как он пишет, сделает Господь Саваоф на горе сей для всех для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу и чистых вин, и стука костей и самых чистых вин. Вот это пир и есть Царство Небесное. Но это пир, куда приглашается кто? Куда приглашаются грешники. Но вот те из грешников которые готовы изменить свою жизнь. Вот как Захей, как Матфей и так далее. Да? Вот это главное чудо. То есть пир раскающихся грешников, вот как в притче, когда рассказывает о том, как богатый человек приглашает на праздник и никто не приходит к нему из приглашенных. И тогда он говорит своим слугам, чтобы они звали прохожих, притом самых неприглядных, вот болящих, хромых, слепых и так далее, бродяг и так далее. Вот этих людей пригласите, потому что вот я дал пир, я хочу, чтобы были люди на этом торжестве. Вот это и есть Царство Небесное. Вот пир, куда мы с вами приглашены. А вот сумеем ли мы участвовать в этом? Вот это и есть наш ответ. И это и есть настоящее чудо. Если мы праведники, ну, ничего удивительного нет. А вот именно когда человек грешный, но готов изменить свою жизнь, готов начинать свою жизнь сначала, вот это и есть настоящее чудо. вот для меня, во всяком случае, что меня обращает, что меня обратило вообще к христианскую веру, это именно свидетельство других людей, обращенных людей. Они какие-то, как вам сказать, явления из ряда вон выходящие, но они, их можно по-разному объяснить, они могут быть действительно и необъяснимы мы, но разве они доказывают любовь Божию к нам? Вот чудо это то, что нам доказывает любовь Божия. Вот в этом смысле может быть исцеление тоже, в том числе, но прежде всего, как мне кажется, это наше обращение. Вот это настоящее чудо, и это настоящее свидетельство, которое может быть очень и очень мощное. Ну, я думаю, что на этом мы можем остановиться, и в следующий раз мы поговорим о как раз притчах и о проповеди Царства Небесного, только я не знаю, через ли две недели, точно, извините, я всегда, на следующей неделе будут группы, на следующей неделе в четверг будут группы, да? Да. Так что, вот, следующий раз тогда. Я сегодня не теряю надежду на то, чтобы прийти в группы, пока у меня просто никак не получилось по разным причинам, но я обязательно прийду. И да, и следующий раз тогда, то есть, следующий раз в группе, а потом еще через раз поговорим тогда о проповеди Евангелия. еще многие из вас, вот, обратите мое внимание, вот на что, у нас продается в киоске такой, такую брошюрку, это всенощные бдения и литургия, то есть, здесь вечерняя, утренняя и литургия, и при том славянский текст, и со всеми ударениями, и так далее, и русский перевод. Вот для тех, кто все-таки начинает свою церковную жизнь, безусловно, все наши обряды, будто всенощное бдение, или даже божественная литургия, это, может быть, может показаться некая непонятная экзотика, вот все красиво, но не очень понятно, потому имеет смысл действительно купить вот эту брошюрку, читать дома сначала, а потом в том числе и стоять на службе с книжкой, никак не запрещается, ничего плохого в этом нет, можно молиться, читая в книге, и вот когда хор поет, диакон молится, священник и так далее, вот можно таким образом участвовать. Вы увидите, что сначала церковно-славянский язык такой непривычный, но по мере того, как вы будете это читать несколько раз, присутствие на службе несколько раз, вы увидите, что на самом деле намного более понятный, чем может показаться вот с первого раза. Поэтому я вас призываю к тому, чтобы вот приобрести вот эту брошюрку и читать внимательно дома и взять с собой в храм, когда будете на службе. Давайте помолимся. Достойно я истеку вести благородицу в тягородицу в тягородицу в тягородицу и пренепорочную матью Богу нашу, честнейшую и славную и славную и славную с вами в сяфин. Безистемия Бога слава рощу и сущую благородицу в тягородицу в тягородицу и чая. Спасибо. И, как всегда, если кто-то может помочь, убрать в тягородицу в тягородицу в тягородицу и честнейшую нибудь ободатumbled и в тьгородицу